Выбор антифриза. Если у вас в дороге возникла неисправность, в результате которой уровень охлаждающей жидкости упал ниже допустимого, не расстраивайтесь, долить можно любой антифриз или воду. Система охлаждения от этого хуже работать не станет. Кстати, не все современные автолюбители знают, что воду нужно заливать мягкую, она не образует накипи. Самая мягкая вода достается нам с неба в виде дождя или снега, а грунтовые воды из родников, колодцев и артезианских скважин категорически не рекомендуется для доливки в систему охлаждения. Они образуют очень много накипи. Смягчить воду можно кипячением в течение 20-30 минут с последующим отстаиванием и фильтрованием. Жесткость воды в бытовых условиях легко оценить по пенообразованию при намыливании рук мылом. В мягкой воде пена устойчивая, а в жесткой пена быстро гаснет, и на руках остается сальный осадок. Как только экстренная ситуация, которая вынудила вас долить не ту жидкость, минует, так называемый коктейль, нужно слить, систему охлаждения промыть и залить правильный антифриз. Выбор начинаем с бренда. Известный вас не подведет. Далее находим обозначение класса антифриза. Вот здесь чаще всего возникают затруднения. Попробуем прояснить ситуацию. Основой любого антифриза является водный раствор этиленгликоля, который не расширяется при замерзании и не образует твердой сплошной массы. Но этиленгликоль стоит знать, что коррозионно агрессивен к металлам. Для защиты деталей системы охлаждения от коррозии применяется три вида присадок. На основе силикатов, на основе солей органических кислот и смешанные, так называемые, гибридные добавки к антифризам. Первый рецепт, он же на основе силикатов, самый древний. Яркий ему пример это тассол, который лукавая реклама иногда позиционирует как антифриз, хотя это и не антифриз, идеально подходящий для отечественных автомобилей. Выпадение силикатов в осадок приводит к закупориванию тонких трубок радиатора. Поэтому этот вариант покупки даже не рассматривайте. В англоязычном варианте такие антифризы называются conventional coolants или traditional coolants и имеют маркировку, которую вы видите на экране, и от Inorganic Acid Technology. Гибридные антифризы включают соли карбоновых кислот и небольшое количество силикатов или фосфатов. И хотя этот рецепт тоже свое уже отживает, но помните, что в течение трех лет эксплуатации вашего авто обеспечивает достаточно приличную защиту от коррозии. Маркировку они имеют следующую. Гибрид coolants, сокращенно HOAT, Гибрид Organic Acid Technology или G11. Одна из самых распространенных маркировок на антифризе. Более современные карбоксилатные антифризы. В их составе отсутствуют неорганические присадки. Срок их службы не менее пяти лет. Обозначаются надписями или символами на упаковке. Это Carboxylate Coolants, сокращенно три буквы OAT, Organic Acid Technology или, как вы еще можете увидеть, G12+. Несколько лет назад, а именно в 2008 году, появился еще один вид антифриза, который в английском варианте обозначают Low Breed Coolants или еще можете увидеть такую маркировку, как SOAT Coolants, SOAT, G12++. По составу они аналогичны карбоксилатным, но в них присутствует небольшое количество силикатов. Считается, что такой антифриз G12++ можно безболезненно смешивать с любым другим классом охлаждающих жидкостей. Некоторые производители указывают на этикетке состав присадок, что также позволяет идентифицировать тип антифриза. Отсутствие аминов, баратов, нитритов, силикатов и из фосфатов говорит о том, что антифриз карбоксилатный. Гибридные также не должны содержать ничего из этого списка. Кроме силикатов, но их количество не должно превышать 500 мг на литр. Хорошим признаком, подтверждающим несомненное качество антифриза, является надпись об одобрении автопроизводителей с номерами допусков. Такие допуски выдаются только после длительных испытаний жидкости на автомобилях указанной марки. Правдивость надписи на этикетке можно легко проверить, зайдя на официальный сайт автопроизводителя. А вот заявление типа «Соответствует спецификациям или отвечает требованиям» не более чем обещание изготовителя антифриза, но не гарантия качества. Повторюсь еще раз то, что если вы видите надписи типа «Соответствует спецификациям или отвечает требованиям», это не более чем обещание изготовителя антифриза, но не гарантия качества. Особенно это касается маркировок G11, G12+, G12++. Она введена концерном Volkswagen только для одобренных им жидкостей. Но так как у нас такие обозначения получили большое распространение, то некоторые производители указывают их на этикетках, не имея на это полного права. То есть антифриз может оказаться и хорошим, а может и не очень. Рулетка. Больше доверия в таких случаях заслуживают известные марки, о чем уже упоминалось выше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...